У тебя нет суперсилы, без обид. Этот, возможно, работает на врага, мы не знаем. Ты путаешься у меня под ногами. И знаете что? Я не хочу умирать. Я молод, у меня дофига планов. Возможно, я боюсь, потому что... привык. Хоть раз заикнешься об этом, натравлю на тебя пираний. Аквамен. Вымышленный персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства DC Comics. Создан Полом Норрисом и Мортом Вейзингером. Дебютировал в серии больше забавных комиксов 41-го года. Аквамен может дышать под водой, телепатически общаться и управлять всеми формами морской жизни. А также плавать на больших скоростях. Также обладает сверхчеловеческими силой, скоростью, выносливостью и долголетием. Все это результат адаптации его тела к огромному давлению океанских глубин. В течение золотого и серебряного веков комиксов, Аквамен был незначительным, но постоянным героем, присутствовавшим в побочных историях комиксов, главными героями в которых были другие персонажи. Как один из нескольких супергероев, присутствующих в публикациях DC Comics в конце 50-х годов, он был создан членом Лиги Справедливости Америки, что обеспечило этому персонажу дальнейшее существование. Современный Аквамен стал более мрачным и более могущественным персонажем, часто изображаемым в праведном гневе. Тем не менее, возможно из-за того, что он находится среди таких титанов, как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, Аквамен часто становится объектом насмешек, за ограниченной и бесполезной на первый взгляд силой. Первоначально в Серебряном веке Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атлана. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атлана раскрыла мальчику правду. Она была королевой Атландиды, находящейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем Семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен. Впервые на телеэкране Аквамен появляется в мультсериале «Час приключений Супермена и Аквамена» 1967 года. В 1973 году Аквамена можно заметить в мультсериале «Супер друзья». Далее «Повелитель водной стихии» появляется в мультсериале «Супермен» 1999 года. В 2001 году Аквамена можно увидеть в мультсериале «Люда справедливости». В 2004 году Аквамен появляется в мультсериале «Лига справедливости без границ». В телесериале «Тайны Смойля» 2005 года Аквамен в исполнении актера Алана Ричсона всплывает в нескольких эпизодах. Что-то случилось. Она слишком долго не выныривает. Надеюсь, что будет. Я Артур Гарри. Друзья зовут меня Ак. В мультфильме «Лига справедливости. Новый барьер» 2008 года Аквамен представлен как Артур из Атлантиды. Я Артур из Атлантиды. Он искал женщину по имени Луис. В 2009 году Аквамен появляется в мультсериале «Бэтмен. Отважный и смелый». Аквамен появляется в мультфильме «Лига справедливости. Кризис двух миров» 2010 года, где он помогает Бэтмену в борьбе с Супервумен на борту спутника «Лиги справедливости». Осторожно, Аквамен. Они сильнее тебя. В этом же году Аквамена можно заметить в мультсериале «Юная лига справедливости». Разве это не волнует кровь? Сейчас, мой король, меня волнует, друг. В 2011 году Аквамен появляется в мультсериале «Псих». Персонаж также появляется в мультфильме «Лига справедливости. Парадокс источника конфликта» 2013 года. Из-за изменения флэшем прошлого меняется реальность. Лига справедливости не существует. Идет война между атлантами и амазонками. Аквамен представлен как отрицательный персонаж и король Атлантиды. Твой металлический череп украсит мою комнату. В 2014 году Аквамена можно встретить в мультфильме «Лига справедливости» в ловушке времени. Аквамен является главным героем мультфильма «Лига справедливости. Трон Атлантиды» 2015 года. Сюжет которого основан на осознании Артура Мкарри своего происхождения и его вступлении в «Лигу справедливости». В 2016 году Аквамен в исполнении Джейсона Момоа эпизодически появляется в фильме «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. В 2017 году Джейсон Момоа снова исполнил роль Аквамена в фильме «Лига справедливости», где является одним из главных героев. Аквамен в фильме «Лига справедливости» В 2018 году Аквамен появляется в мультфильме «Смерть Супермена». В этом же году Аквамен появляется в лего супергерою DC. Аквамен – ярость Атлантиды. В этом году Аквамен. В это время удачи! Вlers-молен rate! В чем, это иди в мультфильме! Валя-м东ей, в Крым-молы. Валя-мно. Валя-мни. 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 Валя-мни-каква-жет, в силу карта! Валя-мни. 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 Затем Аквамена можно увидеть в мультфильме DC Супердевчонки «Легенда об Атлантиде» 2018 года. В этом же году Джейсон Мамоа вернулся к роли Аквамена в одноименном фильме. В общем, мировые сборы картины составили 1 миллиард 140 миллионов долларов. Таким образом, фильм является самым кассовым среди проектов по DC Comics. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok